рад вас видеть на канале экспериментальный огород и сегодня мы сажаем томаты это можно сказать наш любимый сорт томатов называются они тигровые упаковка к сожалению не сохранилась но я думаю по названию их также можно найти в магазине раньше мы не замачивали семена вот а сейчас решили все-таки проделать такую процедуру а замочить семена фитоспорения развели согласно инструкции и заливаем семена в прошлом году мы сажали они у нас и так хорошо взошли но в этот раз решили вот так вот дополнительно себя обезопасить замачиваем их буквально на пару часиков и потом уже можем сажать в землю также решили обработать почву препаратом hb101 тоже обезопасить ее на всякий случай вот так мы решили заморочиться в этом году уж больно вкусные помидорки поэтому как говорится чтобы наверняка и так подготовили землю сделали нужные бороздки и обязательно увлажняем ее вот этим вот нашим обеззараживающим раствором прошло два часа помидорки настоялись тоже обеззаразились и теперь сливаем воду раскладываем теперь семечки в землю кстати удобнее всего это делать с помощью зубочистки так получается аккуратненько и довольно резенько их вот так вот выкладываем разложили семена теперь обязательно конечно присыпаем землей не слишком много где-то примерно пол сантиметра аккуратненько с помощью ложки или совочка маленького не надо закидывать горстями потом ждать думать чего это они у нас не всходят теперь слегка придавливаем землю и увлажняем ее еще раз можно просто водой можно тем же раствором которым мы до этого обеззараживали ее прошло где-то дней пять у нас зашли помидорки вот такие вот они тоненькие вытянутые ну конечно же света им не хватало теперь будем проделывать одну очень важную процедуру немножечко будем подсыпать землю делается это для того чтобы у нас была мощная корневая система подсыпаем немножко буквально сантиметр-два и еще раз увлажняем землю и прошел примерно месяц помидорки подросли и настала пора пикировки пикировкой напомню надо заниматься тогда когда появился третий настоящий листик а у нас он появился так что приступим пересаживаем мы их вот в такие стаканы земли насыпали поменьше специально это сделали для того чтобы потом опять же ее подсыпать чтобы опять же помидор были корни сильные и мощные стаканов у нас на всех помидоры не хватило поэтому обрезали полторашки и насажали в них это тоже довольно удобно только не сажайте в полторашки с узким горлышком потом будет тяжело их высадить хорошенько их поливаем и выносим на балкон ну вот рассада тигровых томатов подросла и настала пора их высаживать у нас конец мая погода вроде бы стоит хорошая солнечная и поэтому высаживаю прямо в открытый грунт на некоторых кустиках даже появились цветочки это очень хорошо в этом году у нас много разных видов томатов тем не менее на тигровых мы посадили более 50 кустов потому что ну очень вкусные помидорки они хоть и вырастают небольшого размера но настолько ароматные настолько сладкие но в принципе когда вырастут вы все это увидите и надеюсь посадите у себя и попробуйте вот такие два рядочка получилось ну что ж ждем урожай прошла одна неделя и за этой неделе случилось многое что во-первых был очень сильный ветер был ураган который прям таки повалил все помидоры вроде бы не поломал но значительно их прижал к земле плюс были ночные заморозки в общем растения тоже не пострадали но многие листья прям таки вот пожелтели побелели начну-ка я их сегодня подвязывать прошло две недели все эти две недели лили хорошие дожди все заросло травой сейчас и помидоры более-менее пропалол за это время кустики хорошенько подросли и даже уже появилась первая зависть вот такие вот маленькие зелененькие помидорки появились видите какие они тигровые но в основном остальные только зацветают сегодня ночью был большой ураган с грозой с дождем с мощнейшим ветром многие помидоры не просто повалило можно сказать разметало по огороду вот так вот рассчитываешь на огромный урожай а тут на тебе получай и вот в этом случае как ни странно сорняки оказались спасением особенно вот такие вот крупные сорняки как лебеда например не успел я их выполнить самих помидорах ну и теперь думаю может даже и не стоит вообще так наверное можно и колышки никакие не ставить а подвязывать прям к сорнякам помидоры и так вот такие вот большие кусты уже разрослись тигровых помидоров и у нас уже конец августа завязалось в принципе их много но они не хотят спеть висят себе зелененькие гроздьями а краснеть не хотят видите ли начитался интересных способов о том как можно ускорить рост созревание помидоров и вот сейчас как раз один из этих способов и буду применять а именно будем обрезать макушки листочки где-то лишние цветы и тому подобное все что у нас лишнее говорят что этот способ работает не только как бы отдает все питательные соки уже все вещества в помидоры но и дает некоторый стресс растению чтобы она быстрее быстрее созревала так что берем секаторы и отсекаем все лишнее и вот так проходим по всему огороду в общем все по отсекать у меня не хватило ни сил ни времени насколько смог настолько это и сделал напомню что помидор в этом году огромное количество несколько сотен кустов поэтому но нет никаких сил заниматься ими всеми в полной мере а большой вкусный урожай тем не менее получить хочется вот таким образом все пообрубал и стало видно наконец-то помидоры наконец-то они покажутся солнышку кстати разрастаются тигровые помидоры очень широко и ствол такой мощный большой и высокий но и зависть такая хорошая и и много несколько горстей таких вот прям штук наверно по 5 по 7 помидорах хорошеньких таких завязывается в общем ускорение по созревания помидоров я думаю процесс обязательно потому что у нас сибири в конце августа могут уже начаться заморозки ночные а в сентябре и дневные начнутся так что посмотрим как работает этот способ в любом случае я думаю хуже не будет ну вот и пришла осень у нас начало сентября и как ожидалось начались заморозки вот уже некоторые листики потемнели а помидоры основная масса все-таки зеленые но тем не менее нет нет попадаются уже и более-менее спелые так что я думаю не стоит рисковать какие есть такие есть будем их срывать и пусть они себе дальше дома дозревают складываем их на в какие-нибудь емкости которые проветриваются в моем случае вот такой вот ящик ну если есть возможность можно их и рассыпать дома они обязательно конечно же укрыть каким-нибудь какой-нибудь тканью чтобы они еще быстрее созревали ну вот наконец-то активно начали созревать а тигровые помидорки сейчас мы конечно же начнем дегустировать как видите размером они не совсем небольшие но очень вкусно я вас уверяю это просто вкуснейшие помидоры у них очень сильный томатный аромат и очень яркий вкус на разрезе видно что они и в меру мясистые и в меру сочные ну такие они и есть по вкусу что мне в них нравится то что они не просто сладкие либо кисленькие а именно вот такой сладковато кислый привкус сочетание сильным ароматом как раз дает вот этот вот насыщенный томатный вкус мы их пробовали есть и в свежем виде и мариновать вот мариновать немножечко конечно они мягковаты получаются а вот в салаты это просто идеальные помидорки так что лучше их кушать свежими что мы и делаем в огромном количестве ну что ж по-моему вполне себе хороший урожай даже в условиях такого экстремального сибирского лета желаю вам огромных урожаев и до встречи в следующих видео